Современные технологии осваивают и южноуральские медики. Для работы используют интернет, записывают на прием через мессенджеры и отвечают на вопросы людей через соцсети. Одной из самых продвинутых в России стала областная станция переливания крови. Из работу в сети получила федеральную награду. Егор Хвисюк продолжит. Кирилл Северин, лежа на кушетке в центре переливания крови, кажется, совсем не чувствует дискомфорта. Смотрит клипы на смартфоне и общается в соцсетях, пока аппарат автоматически забирает кровь. Донором Кирилл стал еще на первом курсе университета. Это скорее уже какой-то моральный момент. Если человек захочет, он будет сдавать, помогать людям. Не знаю, я удовлетворение какое-то моральное получаю с этого. Областная станция переливания крови каждый день принимает десятки таких же добровольцев, как Кирилл. Во многом благодаря просветительской работе. Челябинские специалисты идут в ногу со временем, поэтому активно призывают молодежь стать донорами через соцсети. И делают эту работу настолько успешно, что их старания оценили на федеральном уровне. Станция получила награду в номинации «Помочь в один клик» на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства. Вопросов много. Люди даже присылают фото с анализами и спрашивают, можем ли мы стать донорами. То есть здесь очень в этом плане мы стараемся быстро ответить. Задумка проста. Есть открытая группа в социальной сети ВКонтакте. В ней можно найти расписание работы центра, фотографии пациентов и видео. Стать участником различных конкурсов. Особо горды специалисты рубрикой «Вопрос-ответ». На сообщения пользователей стараются отвечать как можно быстрее. А еще каждый день после обеда в группу выкладывают донорский светофор. Кровь каких групп и резус-факторов находится в достаточном количестве. Это зеленый цвет светофора. Тут имеется необходимое обозначение. А каких групп и резус-факторов не хватает. Это желтый и красный. Сейчас специалисты станции планируют открыть официальный аккаунт в еще одной соцсети Instagram. Это поможет найти новых доноров. За 11 месяцев этого года южноуральцы уже пожертвовали 29 тонн крови. Добровольцами стали более 20 тысяч человек.